Наши будни. До свидания, этот дом. Мы уезжаем на другой побережье Большого острова. Здесь нам было очень, очень, очень хорошо. Это наши будни. Будни трудовые. Да, это наши будни. Собираемся. Вера, что ты тут делаешь? Я семочки жарю. Какие семочки? Здравствуйте, девочки. Это орех Макадемия. Город Гавайи. А где ты его взяла? Я взяла с макадемического дерева. I'm sorry about that. А дерево в нашем джунгре. У нас здесь где-то 2 гектара земли нашей. На 3 дня нам подарили такую роскошь. Такую лакшери. Ты жаришь, а Вася чистит. А Вася кулит, да. Васусская специализация. Вулканическим камнем. Вулканическим камнем. И получается уже такой съедобный плод. Крепкие, зараза. Вот так рады чищают. Да, и они очень-очень мягенькие, нежненькие орешки. И очень вкусные. Лучше, чем грецкие. И тем более земляные. Макадемический орех. Растет в джунглях. Иногда, иногда его и перебьешь. Вот наша вся квартирка. Огромная, огромная. А потом еще two bedrooms. And one bathroom. И на втором этаже то же самое. И на втором этаже то же самое. А картинки вообще загляденье. Одна другой краше. Мы по шкафчикам не лазили еще даже. На мне когда было вообще. Вот эта вот картинка мне больше всего нравится. Это ты с доской? Нет. Вот это вот. Enjoy Hawaii. Пап, одну секунду, пап. Colorful paradise of the Pacific. Only nine hours from San Francisco. By Clipper. Над океаном. На таком маленьком клипере нужно было лететь. Девять часов перелетишь? Ага. И все. Это в 50-х годах летели на таком самолетике. В 53-м году. Девять часов надо было от Сан-Франциско лететь. А сейчас какие юбочки пляжные. А сейчас пякурные, длинные, ниже коленки. И купальнички длинные. Как у тети Оли. Как у тети Оли до коленки купальничек. А вот это смотри. Мик-пасифик карнавал. 20 февраля 1915 года. 15-й год был карнавал. В 15-м году еще так веселились. А вот такие волны мы видели на южном берегу. Да. На самые южные точки вот такие закручивающиеся волны мы видели. Вообще сказка. Тут прямо одна экзотика. Весло на потолке. Один антиквариат. А это мистер Дик. Дик? Дук. Дюк. Дюк. Который изобрел вот эту доску, на которой... Не, не, не изобрел, по-моему. На которой все плавают. Он ее сделал популярной. Он ее сделал популярной. И как это называется вид спорта теперь? Серфинг. Серфинг. Молодец Дюк. Вот он еще. Его увековечили тоже Дюка. И подробно сними столики. Стихиальные столики на таких отставочках. Что просто. Бесконечно можно снимать. Я не знаю. Тут одна... Каждый миллиметр. Тут сотни картин. И одна лучше другой. И одна лучше другой. Просто. Такой дом. И сейчас мы просто его запрем. Положим ключик под коврик и уйдем. И они не будут проверять нас. Что тут останется после нас? Они нас ничего не будут проверять. Просто сейчас закроем дом и уйдем. Чудеса. Мы не поймем, что нас сюда пустили? И когда пришли сюда тоже под ковриком взяли ключик. Четыре дня прожили. И уйдем так же ключик оставим под ковриком. А вот такие черепашки держат столик. Вот на таких черепахах он стоит. Ой. А мы, Оля, вчера поехали на автобусе. Видели четыре черепахи большие. А, да. Водитель стал кричать. Вон лежат черепахи около гостиницы. А, на пляже прямо? Они болзают все-таки на берег. Нет. Там была черная лава. И они лежали на черной лаве около какой-то... Красота. Вы не успели их снять-то? Мы сняли, приближали. Сняли? Они просто грелись. Какие-то черепашонки снимают. Он так старается, держит столик большой, стеклянный. Черепахи везде. И на стенах, и под столами. И плавающие. И летающие. Летающие? Что я говорю-то? Летающие какие-то. Да это уж ты загнула. Ну совсем. Я уж не знаю, что... Во, какая вообще галерея просто. Одна стена галерея. Столько... А все где картиночки вставили в красивые рамочки. Во. Черепаха держит другой столик одна. И вот это такой круглый столик хорошенький. И круглый столик, за которым Вера ест кашку. Да. А русалочка какая держит другой столик, который завален. Ты гришь, а макадемия. Да. Ты уже без работы остаешься? Русалочка. С хвостиком зеленым. Загнутым. Да, сказка. Сказка, да и только. Но нам некогда было побалдеть очень сильно в этом доме, потому что мы все время путешествовали, ездили по 50 миль каждый день. А сейчас мы рванем еще дальше по этому острову к действующему вулкану. Ну вот я прошла эту галерею всю в одной комнате. В двух бедромах тоже это все есть. Вот наша вся огромная комната, зал. Он наверное метров я не знаю сколько, метров сто. Да, у него ширина сколько? Метра наверное 3. А это на кухне тоже вот такие картины. Да это все на плаву, вручную сделано. Вот на бумажке наклеено. Вот кто-то занимался, смотри. Обыкновенные картинки. Это делают для себя, а потом сейчас уже сдают для туристов. Вот и Гавайи какие, вот. Они прям приклеены. Вот это Гавайи, они прям один в один повторяют. Мне это больше всего нравится. И вот они, Гавайи на картине. И вот Гавайи приклеены на стену, все острова. Мы сейчас находимся вот на этом большом острове. И были на самой его нижней-нижней точечке. Вот на этой вот малюсенькой-малюсенькой точечке мы тут были. Об которую разбиваются бешеные волны. Об которую разбиваются бешеные волны. А покажи, куда ты потом с Аней полетишь, а потом куда вы дальше полетишь. Ты знаешь? Так. Потом мы с Аней сядем на самолетик. И должны перелететь вот на этот остров Малокайе. Но рейса нет, поэтому сначала мы с ней. Нет, только мы сюда прилетели, а улетать будем отсюда все. Вот, улетать будем с этой стороны. И полетим на Оаху сначала. Да, очень по-умному. Вот такой вот. Вот сюда. На Оаху. А потом на Малакайе. А потом на Малакайе. А потом с Малакаев опять на Оаху. А с Оаху уже Аня улетит в Хьюстон. А я улечу в Губент. В Губент. Что еще? А еще мы будем на Малакаях жить на чистом берегу океана. Без дома. Потому что у нас его нету. Замечательно. У нас будет 5 сумок и не будет дома. Хорошо. Все мечтали о Гекарте. Да, это самое классное. Это можно что придумать. Ну, Аня, с тобой мне ничего не страшно. Мы же с тобой проплыли на каяке. Да. По Тихому океану. До свидания, дом. Спасибо этому дому. Собираемся в другой. Не хочу, плохой.